ДТП на железнодорожных путях произошло сегодня в Выборгском районе. В 10 часов 7 минут на 135-м километре перегона Прибылова-Советский водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на переезд перед приближающимся составом Зеленогорск-Выборг. При этом, как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, световая сигнализация работала исправно. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим и столкновений избежать не удалось. В результате ДТП чудом никто не пострадал. Подвижной состав не сошел с пути. Поезд был отправлен далее по маршруту. На график движения происшествие не повлияло. Проекты по благоустройству Выборгского района обсуждались на высоком уровне. В Москве состоялась встреча председателя Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Бориса Грызлова с главой районной администрации Геннадием Орловым, который также является секретарем Полицовета местного отделения партии. Поводом стало обсуждение возможности участия Выборгского района в партийных проектах, в частности, в проекте по благоустройству. В ходе встречи Геннадий Орлов отметил, что несмотря на ежегодное увеличение финансовых вложений в благоустройство территории и ремонт дорог, проблемы остаются, поскольку бюджетных средств не хватает. Борис Грызлов выразил заинтересованность в совместной работе, сообщив, что детально этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Поддержку малых форм хозяйства не обсудили чиновники и фермеры. В районной администрации прошло совещание с главами крестьянских и личных подсобных хозяйств. Представители правительства области и администрации Выборгского района рассказали аграриям о мерах государственной поддержки, на которые они могут рассчитывать. Подробнее в следующем сюжете. Выборгский район – один из самых крупных по численности фермерских и личных подсобных хозяйств. На территории муниципалитета зарегистрировано 851 крестьянско-фермерская и более 30 тысяч индивидуальных хозяйств. Такие данные были получены в ходе сельскохозяйственной переписи. Однако лишь малая их часть может претендовать на государственную поддержку. Чтобы получать субсидии, необходимо сдавать бухгалтерскую документацию и отчеты в отдел статистики. Большинство фермеров этого не делают. А между тем в регионе действует несколько программ в помощь аграриям. Активно область поддерживает начинающих фермеров и семейные животноводческие фермы. Выделяются гранты на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры небольших птицеводческих ферм. С 2012 года 12 фермеров получили гранты, грантовую поддержку. В прошлом году 4 фермера получили грантовую поддержку. Даже вот у нас есть фермеры, которые теперь разводят грибы, вешенки. Кто-то землю оформил, кто-то козоводством, овцеводством занялся. Государство может при соблюдении определенных условий субсидировать фермерам процентную ставку по кредитам, выделять деньги на покупку комбикорма, на мелиорацию и борьбу с порочевиком, выдавать льготные займы. Что касается грантовой поддержки, конкурс регион еще не объявлял. Так что у выборских фермеров есть время собрать необходимые документы. В настоящий момент еще методика предоставления грантов находится на подписи у министра сельского хозяйства. Поэтому мы в этом году пока еще конкурс не объявляем в связи с тем, что ждем в федеральных порядках, чтобы утвердить уже свои положения. Несколько программ в помощь аграриям предлагает комитет поддержки предпринимательства. В этом году область вновь будет выделять все пользующиеся спросом у фермеров субсидии. Это возмещение части затрат по лизингу, можно получить до 15 миллионов рублей, возмещение части затрат по кредитам и гранты на создание гостевых комнат и домов. Мы вас призываем еще раз рассмотреть возможности приема туристов у себя на ваших крестьянских фермерских хозяйствах. Тем более можно воспользоваться средствами и заболосновой бюджета. На встрече участники обсудили также ситуацию на рынке труда и возможность участия агропромышленного сектора в программах по линии службы занятости. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». У юного героя из Выборгского района горячее сердце. Мы неоднократно рассказывали об истории, произошедшей в январе прошлого года в поселке Гаврилово, когда школьник Сергей Тюлькин спас из огня своих соседей, двух взрослых, ребенка. МЧС наградило 15-летнего юношу медалью «За отвагу на пожаре» и «Памятными часами». Также Сергей получил подарок от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Кроме того, о героическом поступке узнали во Всероссийском фонде социально-культурных инициатив и решили отметить жителя Выборгского района. Фонд ежегодно чествует россиян в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. Сергею Тюлькину посвятили одну из страниц книги «Горячее сердце». Ее можно прочитать на сайте фонда, а также вручили почетный знак на торжественном мероприятии в Москве. Добавим, после окончания в прошлом году девятого класса Сергей поступил в Выборгский филиал ЛГУ имени Пушкина, где получает юридическое образование. На Светогорской гидроэлектростанции боролись с паводком, тушили пожар и задерживали вооруженного нарушителя. Персонал каскада Воксинских ГЭС принял участие в комплексных учениях при содействии сотрудников МЧС, пограничной службы, Санкт-Петербургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Репортаж с места событий смотрите прямо сейчас. Каскад Воксинских ГЭС находится на реке Воксе в Выборгском районе. В его состав входят две гидроэлектростанции – Светогорская и Лиссогорская. Предприятие является базовым источником электроснабжения Карельского перешейка, поэтому так важно, чтобы оно работало бесперебойно, а персонал был готов к любым нештатным ситуациям, которые, как оказалось, иногда происходят. Один товарищ-террорист, в кавычках, два года назад по телефону позвонил и сказал, что заложены взрывчатые вещества на Светогорской или Лиссогорской ГЭС. Он сказал на каскаде. ФСБ вычислило номер телефона, и, слава богу, в течение двух часов этого товарища в Светогорске мы нашли. Ну, как он объяснил, это была шутка, но для нас это была тренировочка серьезная. Алгоритм действий на случай любого ЧП вырабатывается в рамках учений. Они на каскаде Воксинских ГЭС проходят два раза в год. Легенда очередной тренировки была похожа на остросюжетный фильм. По сценарию произошло обледенение затворов водосбора, что привело к аварии во время пропуска паводковых вод. Они могли затопить близлежащие территории. Персонал открыл затвор плотины, удалил лед с подъемных механизмов, предотвратив подтопление. Тем временем в одном из трансформаторов возникло возгорание. Тушить его прибыли пожарные. Пострадавших эвакуировали из зоны ЧС, оказав им доврачебную помощь. Но и на этом учения не завершились. На территорию Светогорской ГЭС проник вооруженный нарушитель, подбросивший бутылку с зажигательной смесью. Это спровоцировало очередной пожар. К задержанию преступника были подключены сотрудники силовых ведомств. Со всеми нештатными ситуациями персонал гидроэлектростанции в сотрудничестве с различными ведомствами справился. На практике случалось, что местные жители доставляли работникам ГЭС немало головной боли. Бывает, что человек неуменяемый перелазит через забор и идет ловить рыбу прямо к нижнему бьеву. Хотя 300 метров от ГЭС не должно находиться вообще людей. Приходится таких людей задерживать. Откуда мы знаем, кто это такой? Каскад Воксинских ГЭС является частью компании ТГК-1. В рамках инвестиционной программы предприятия в настоящее время завершается реконструкция водоприемника на Лесогорской гидроэлектростанции. Это напрямую повлияет на бесперебойную работу ГЭС, а значит и на выработку электроэнергии для потребителей. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа НашГород. Оранжевый фонарь, документ о прохождении медосмотра и техконтроля, бейдж с фотографией. Вот обязательные атрибуты такси и водителя. В Обраге прошла профилактическая операция, в ходе которой сотрудники Гостехнадзора совместно с ГИБДД проверяли автомобили, осуществляющие перевозку пассажиров. А также выявляли тех, кто занимается этим нелегально. Нарушителей оказалось предостаточно. У некоторых документы были оформлены ненадлежащим образом. У других отсутствовала информация о компании-перевозчике. Основные нарушения, которые влияют серьезно на безопасность перевозок, это непрохождение технического контроля и медосмотра. Это основные нарушения. Все остальные нарушения связаны с обозначением автомобиля, как легкового такси. Это оранжевый фонарь и цифрографическая схема. Также информация для пассажиров, она тоже важна. Из всех проверенных машин, которые мы осматриваем, порядка 50-70% это машины с нарушениями. Процент очень высокий. Например, часто встречающиеся нарушения, отсутствие у водителя такси, бейджа с фотографией и личными данными. К слову, к вечеру этого дня многие таксисты ими обзавелись. На водителей такси, у которых были выявлены нарушения, составили протоколы. На них может быть наложен штраф до 3000 рублей. На организацию или индивидуального предпринимателя, на которого оформлена лицензия, до 50 тысяч рублей. Подобные рейды, отметили в Гостехнадзоре, будут проводиться регулярно. Ленинградская область поможет издать интересные книги и реализовать интернет-проекты. Экспертный совет выбрал пять заявок, авторы которых получат финансовую поддержку из регионального бюджета. В первую очередь будет выпущен электронный сборник «Живая история» с воспоминаниями участников и очевидцев событий военной и послевоенной истории региона. А также книга стихов для детей «За грибами со стихами». До конца года будут изданы еще три книги. Иллюстрированный альбом Геральдика Ленинградской области, познавательная книга «Копорье. Большая история для юных краеведов» и «Историческое издание Ленинградская область в становлении и развитии военно-морского, морского и речного флотов России». Издания будут переданы в школы и библиотеки. Воборжцев приглашают принять участие в семинаре, посвященном суицидальным рискам у детей и подростков. Он состоится 31 марта в 18 часов в библиотеке «Алта». Речь пойдет об интернет-безопасности молодого поколения. Семинар проведет клинический психолог, кандидат психологических наук Инна Маргошина. В частности, она расскажет о механизмах манипуляции сознанием и последствиях, о том, куда обращаться за помощью в случае киберугроз. Напомним, семинар состоится в эту пятницу, начало в 6 вечера. В Ленинградской области уменьшается количество нетрудоустроенных граждан. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда России. Уровень безработицы в регионе составляет 0,44%. В Уборгском районе он еще ниже – 0,3%. В банке вакансии областной службы занятости – 18 тысяч свободных рабочих мест, чуть более тысячи в базе Уборгского центра занятости. Свыше половины – это рабочие специальности. В учреждения здравоохранения Уборгского района требуется порядка 100 медицинских работников. Получить консультации по вопросам трудоустройства, включиться в программы переобучения или подать документы на участие в грантовых проектах можно в ведомстве на Куйбышево-4. Официальный курс валют на 30 марта, установленный Центральным банком РФ, составляет евро – 61 рубль 53 копейки, доллар – 57 рублей 2 копейки. К новостям спорта. Золото и серебро завоевали выборгские спортсмены на первенстве России по рукопашному бою. Соревнования проходили в Орле с 22 по 26 марта. В них принимали участие порядка 900 юношей и девушек из 46 регионов, в том числе сборная Ленинградской области. Съездили, на мой взгляд, наши выборские команды достаточно удачно. В составе сборной от города выборга было 5 человек. Двое из них встали первое место, одно второе. Это были финальные соревнования, ради которых мы целый год тренировались и, к счастью, достаточно успешно выступили. Воспитанница школы Олимпийского резерва «Фаворит» Олеся Спехова завоевала серебряную медаль в категории 12-13 лет. В полуфинале спортсменка выиграла, однако в финальном поединке уступила сопернице из Московской области. Это мои самые серьезные соревнования. Первый бой прошел нормально. Тренер мне сказал, что ошибки мои. И в следующем бою я их, к сожалению, не исправила. И уступила. Бой был очень трудный. Девочка выиграла у меня в основном по борьбе. Мне было очень обидно. Я расстроилась, и я буду исправлять свои ошибки в будущем. И, надеюсь, в следующий раз займу первое место. Вячеслав Омельченко выступал в категории 16-17 лет, свыше 80 килограммов. Она считается одной из самых престижных. Наш земляк выступил блестяще и завоевал золото. Выступал три раза на первенстве России. Первые два раза ничего не получилось, вылетал в первые бои. Я в третий раз решил серьезно подойти к этим соревнованиям. Собрался, тренировался несколько месяцев плотно. Приехал. В весе было 19 человек. Четыре боя. Все были сложные, но справился. К финалу я подошел спокойно. Никто меня не успокаивал, сам настраивался. Совершенно спокойно. Ничего не было. Не страха. Мандража. Силы были равные. Соперник был заряжен, готов. Я оказался сильным. Вячеслав Омельченко вошел в состав юниорской сборной России и выступит на первенстве Азии. Оно пройдет в Таджикистане в мае. Планируется, что осенью спортсмен примет участие в первенстве мира по рукопашному бою в Румынии. Воборский гонщик Виталий Петров, возможно, выступит в этом сезоне в составе команды «Манор» на чемпионате мира по автогонкам на выносливость. Команда участвует в зачете LMP-2. В прошлом году наш земляк выступал в этом же классе, но в составе команды SMP Racing. В составе «Манора» сейчас пять гонщиков и одно место остается вакантным. Решение дирекции будет объявлено в ближайшее время. Завершается чемпионат Выборгского района по волейболу. До конца соревнований остается две недели, которые решат исход турнира. В этом году за победу традиционно борются любители волейбола со всего района в трех мужских и двух женских лигах. Подробнее в следующем сюжете. Рекордное количество игроков в этом сезоне принимают участие в чемпионате Выборгского района по волейболу. В турнирной таблице значатся 55 команд со всего муниципалитета, что свидетельствует об интересе именно к этому виду спорта. Большинство сборных играют уже не первый сезон. Поэтому судейская коллегия отмечает рост мастерства волейболистов и большой накал страстей на площадках. Нам осталось две с половиной недели играть. И через две с половиной недели будут определены результаты окончательно. И будут выявлены победители этого сезона 2016-2017. Мы играем больше полугода. То есть в октябре месяце начали. И только в начале мая, в первых числах мая, последняя игра будет у нас 8 мая. Очередную встречу провели выборгская команда «Атланта» и юношеская сборная «Святогорска». Они выступают во второй женской лиге. Исход игры предугадать было сложно. Играли на равных. Первая партия завершилась со счетом 23-25 в пользу «Атланты». И даже полученная одной из участниц этой команды травма не остановила выбор жанок. Во второй партии они вновь обыграли соперниц 24-26. В любовь нам очень нравится. Он вносит такой дух командный и заставляет девчонок бороться, ходить на тренировки. Мы вот сыграли 16 игр в два круга. То есть это как бы такого дорогого труда стоит, потому что это надо каждые выходные приходить, играть, желать выигрывать. Ну то есть это здорово. На сегодняшний момент исход чемпионата не определен. Положение команд в турнирной таблице еще могут поменять предстоящие несколько игр. В апреле волейболисты Выборгского района и их единомышленники из других городов региона планируют закрыть сезон большим турниром. Федерация планирует закрытие сезона отметить проведением турнира, так называемой знаменитой Выборгской солянки, куда приедут участники из Питера, да может быть даже и с области. Ну а Выборгские и из Выборгского района будет достаточно участников. Сборные соревнования будут проходить 9 апреля в спортивном зале 10-й школы. Волейболисты приглашают всех любителей этого вида спорта поддержать команды. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». 12-й юношеский турнир по боксу состоялся в спортзале на улице Данилова 1 спортивной школы Олимпийского резерва «Фаворит» города Выборга. По традиции соревнования были посвящены памяти тренера, мастера спорта СССР Бориса Софьина, одного из основателей Выборгской школы бокса. Это, в общем-то, человек, который в свое время поддержал, там для него тоже был человек, наверное, далекое прошлое. Это человек, который на моей памяти, я у которого тренировался, Борис Афанасьевич Софин, мастер спорта и по лыжам, и по боксу. В общем-то, он здесь и поднял бокс на такой достаточно высокий уровень победителя переноса России, были призеры Советского Союза. В течение двух дней порядка ста спортсменов из Выборгского района, Ивангорода, Сертолова и Санкт-Петербурга сражались за звание победителя турнира. На ринге встретились как маститы, так и начинающие боксеры. Выборжцы достойно держали удар. Недаром наша школа считается одной из лучших в 47-м регионе. Последний кубок области, который мы проводили здесь осенью, мы взяли первое место. Кубок области был по юношам. Выборжский район занял первое место, поэтому марку держим. Во всех возрастах у нас есть ребята хорошие, как и по юношам, так и среди взрослых. По итогам двух соревновательных дней лучшими боксерами в своих возрастных группах стали выборжцы Денис Чугунов, Александр Цветков, Артур Степанов и Даниил Чепчегашев, а также святогорец Артем Дубина. Среди девушек победу одержали выборжанки Елизавета Горбань и Маргарита Наговицына. На сегодня это все. До встречи.